Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Мир вам и радость от Господа, дорогие братья и сестры. С днем священно-мученика Харалампе, епископа Магнезийского и с ним мучеников Порфирия, Ваптаса и трех мучениц, преподобного Прохора Печорского в ближних пещерах. Иконы Божией Матери, огневидная и всех чтимых святых сегодняшнего дня. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камню». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это – начало болезни». 13 глава Евангелия святого Марка почти вся целиком является одним знаменательным образом. В ней Господь предрекает близкую гибель Иерусалима и в картине этой гибели дает образ грядущего конца мира. «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Ученики удивляются и восхищаются величавой твердыней Иерусалимского храма. Здесь слышится голос сынов земли, упоенных материальной культурой, созданной человеком. Какие камни, какие здания! Как настойчиво использована природа и ее силы. Использована поверхность земли и ее недра, и ее воздух. И камни, и металл, и твердая, и сыплющаяся, и льющаяся, и газообразная, и растущая, и движущаяся, и летающая – все, кажется, использовано человеком в своих целях. И какие здания! И какие только сооружения не затеяны человеком! Кажется, весь земной шар окутан паутиной проволок и окован железом. Изборождена поверхность, тронуты глубины, изборождены воды. Скоро тесно станет и в воздухе. Сыны земли и удивлены, и восхищены. Внешне пленило человеческий глаз. Нагромождение земного заслонило и вытеснило все иное, неземное. Нагромождение камней и железа надломило маленький человеческий ум. Посмотри, что я сделал! Но я ли не творец и распорядитель всех вещей на земле? Иисус сказал ему в ответ, «Видишь, сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Видишь ли все это паутинное нагромождение внешней культуры, опутавшее всю землю? В одно мгновение, как свивается паутина, долго и искусно тканая пауком, в одно мгновение все изничтожится так, что от кичливой постройки земли не останется камня на камне. Такова судьба того, чем ты загордился и чем опутался. Все твое нагромождение оказывается жалким ничтожеством. О последних судьбах мира Господь говорит только избранным. Все не поймут. Все так закружились, так затканы паутиной, так заставились обманчивыми декорациями жизни, так восхищены величием и красотой воздвигаемых камней, что где же им увидеть свое копошение в земной пыли и где же уразуметь муравьиность своей возни? А избранных Он поднимает с собой на гору и ставит их ум и душу выше нагромождений из земной пыли, чтобы кругозор их был светел и просторен. Душа поднялась над кучами камня, и глаз видел жизнь шире и глубже. И избранным наедине, чтобы и их не давил грохот торжествующего камня, ляск шумливого железа и победный вой слуг рабов железа и камня, избранным тем, кто способен понять, открывает судьбу нагроможденных камней. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Посмотрим, как исполнились эти пророчества, прежде всего, на ближайшей судьбе Иерусалима и Иерусалимского храма. Храм был вполне закончен в 64-м году от Рождества Христова, и богослужение в нем сделалось еще более пышным вследствие данного иродомогриппой позволения левитам и певцам носить белые одежды. Но это было непродолжительное торжество. 10 августа 70-го года, то есть не более чем через 6 лет, храм, со всем своим блеском, делавшим его в глазах раввинов радостью всей земли, разрушен был до основания. Он превращен был в пепел пламенем, которое иногда почти погасало от потоков крови его избиваемых защитников. Еще задолго до разрушения храма целый ряд необыкновенных явлений предвещал грозную катастрофу. Комета наподобие огненного меча в течение года висела над Иерусалимом. В праздник Пасхи внезапно какой-то сверхъестественный свет наполнил храм в полуночное время. Тяжелые двери храма, которые обыкновенно отворяли 20 человек, вдруг открылись сами собой, и слышны были громкие таинственные голоса «Уйдем отсюда!». В городе во время солнечного заката с ужасом видели каких-то воинов, сражавшихся на небе, и как будто стены города были окружаемы колесницами и огненными конями, нападавшими друг на друга в яростной битве. В течение нескольких лет по городу разносился голос некоего Иисуса, сына Анании, который, несмотря на все побои, достававшиеся ему от иудеев и римлян, постоянно кричал по улицам «Горе! Горе Иерусалиму!». Впервые этот крик раздался в храме. Полусумасшедший еврей то и дело восклицал «Голос от востока!» «Голос от запада!» «Голос от четырех ветров!» «Голос против Иерусалима и храма!» «Голос против жениха и невесты!» «Голос против всего народа!» После этого он не говорил больше ни с кем, а только постоянно повторял глухим замогильным голосом «Горе! Горе Иерусалиму!» И это продолжалось до самой осады, когда, воскликнув «Горе! Горе и мне!», он упал, убитый камнем, пущенным из римской баллисты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...